Привет, на Украинен Айфон, меня зовут Йонас. Обзор калькулятора «Посчитай-ка» я начну не типично, а именно с его конкурентов. Например, системного калькулятора iOS или мои недавние находки Calc. Итак, это прекрасные программы, и они отлично справляются со своей задачей. Если бы не одно «но». Цифры нужно вводить, тапая по виртуальным кнопкам. И нет в этом ничего плохого, вот только существует более комфортная альтернатива. Я проголосовой ввод. Тут-то нам и пригодится «Посчитай-ка». На первом запуске «Посчитай-ка» показывает вам мануал, который учит обращению с калькулятором. Все действительно просто. Говоришь 2 плюс 2 или 30% от 75% и получаешь результат. Цифровой клавиатуры нет, но полностью обойтись без кнопок не получилось. Для старта считывания команды нужно нажимать на характерный микрофон. 1 плюс 1. Но простой математикой дело не ограничилось. Посчитайку можно использовать для составления списков с подсчетом. Например, покупок. 3 килограмма картошки по 12.50. Пачка сахара за 16.80. Все этапы подсчета автоматически суммируются. Историей можно поделиться по электронной почте, смс, либо скопировать буфер обмена. Посчитайка для работы требует наличия интернета и с учетом времени на обработку речи по скорости едва ли опережает обычный калькулятор. Но даже при равной шустрости наговорить числа куда комфортнее, чем натапать их вручную. Хорошая программа с интересной идеей и добротной реализацией. Это был обзор калькулятора Посчитайка на ЮИП. Более детально почитать про программу можно в статье по ссылке. Если видеообзор понравился, ставьте большой палец и шарьте его друзьям. А затем участвуйте в обсуждении, пришло время голосового управления или еще нет. Удачи и пока!